Сегодня, 26 сентября, исполняется 171 год со дня рождения Ивана Петровича Павлова. Академик Иван Петрович Павлов хорошо знаком большинству людей не только в нашей стране, но и за рубежом. Конечно, первая картинка, которая у нас всплывает, это текущая слюной собаке Павла. Понятие условного рефлекса и автоматически нам кажется, что Иван Петрович стал Нобелевским лауреатом именно за это фундаментальное и очень важное для исследователей и практиков понятие. Но, тем не менее, Нобелевскую премию в 1904 году Иван Петрович получил за иннервацию системы пищеварения, за исследование секреторных желез этой системы. Хотя, конечно, тем более, годы спустя мы знаем, что дают уже не одну Нобелевскую премию, а Ивану Петровичу бы следовало дать их рекордное количество, и вторую, и третью. На мой взгляд, теория условных рефлексов, конечно, заслуживало отдельной Нобелевской премии, где наряду с системой пищеварения, которую Павлов блестяще исследовал, препарировал как физиолог, как анатом, такое же препарирование мы можем наблюдать и в выведении очень четкой и стройной системы разделения условных и безусловных рефлексов. Еще за год до получения Нобелевской премии в 1903 году в Мадриде Павлов на своей известной речи, на этой конференции, рассказал об основах того, что потом легло в фундамент его теории высшей нервной деятельности. И вот как раз за основополагающие принципы этой теории стоило бы дать и вторую Нобелевскую премию за теорию условных рефлексов и третью Нобелевскую премию за теорию первых и вторых сигнальных систем, где первые сигналы это то, что мы получаем с помощью органов чувств, перцепторно, простейший контакт с реальностью, а вторые сигналы это дубликаты первых, про которые Иван Петрович говорил, что они также влияют на нервную ткань, поскольку являются таким же ее продуктом. И теория первых и вторых сигнальных систем очень важна для психотерапевта любого направления, потому что речи-мыслительные процессы это как раз часть знаковой символической системы, с которой работают психотерапевты любого направления, любой школы и поэтому, конечно, фундаментальный вклад Ивана Петровича для нас очень важен и ценен. И в нашей ассоциации любой продукции нашей ассоциации, презентациях, книгах, металлических материалах вы увидите светлый лип Ивана Петровича, поскольку он как раз напоминает об этом фундаментальном вкладе и мы гордимся тем, что Иван Петрович проводил свои эксперименты в Санкт-Петербурге, тем, что он проводил такие эксперименты не только с собаками, но в последующем в клинике неврозов буквально имплементировал, внедрил их в клиническую практику в 7 психиатрической больнице клиники неврозов. Иван Петрович общался вместе с целой группой учеников и последователей с теми пациентами клиники, с теми пациентами, которых тогда именовали как раз страдающими неврозами. И вот подробные разборы на клинических павловских средах в клинике неврозов стали тоже такой притчевоязыцем и многие иностранные специалисты потом перечитывали эти издания и до сих пор, когда приезжают к нам зарубежные коллеги, приводя их в клинику неврозов, мы, конечно, отводим их в это такое сакральное, условно говоря, для нас место, павловскую комнату в клинике. По всей территории клиники, конечно, проходили различные заседания, которыми руководил Павлов. С 1932 года он был официальный научный руководитель этой клиники. И вот как может пригодиться врачу, как может пригодиться психотерапевту, его теория, точнее целый набор теорий, его наука о высшей нервной деятельности, он и объяснял на конкретных примерах, на таких клинических кейсах, где подробно практически с утра до вечера массой специалистов, большим количеством врачей, исследователей, физиологов, психиатров и психотерапевтов, разбирался конкретный пациент и обсуждалось очень подробно с возможностью выступить любому желающему, точки зрения, споры и полемика. И в итоге складывались замечательные идеи, которые помогали в лечении данным пациентам, которые участвовали в таких мероприятиях. Поэтому мы, конечно, благодарны Ивану Петровичу очень признательно за его фундаментальный вклад и в науку, и в практику, и в психотерапию. И поэтому стараемся поддерживать и развивать то наследие, которое и самим Павловым, и его учениками дошло до сегодняшнего дня и помогает многим специалистам в их клинической практике. Ещё раз всех с днём рождения, Ивана Петровича. 171 год со дня его рождения. Субтитры создавал DimaTorzok